Какими видами спорта можно заниматься под водой? Что получится, если скрестить бокс и шахматы? И почему флорентийский футбол считается самым опасным в мире? Я Геннадий Войтович, в эфире Планета Спорта, проект о спорте с непривычного ракурса. Спорт – это уникальная штука. Им можно заниматься на земле, в воздухе, в воде и даже под водой. Сегодняшний выпуск открываем подборкой именно подводных видов спорта. Ну что, поехали? То есть поплыли. Неужели морской лев чем-то похож на царя зверей? Или может у морской свинки имеется хоть какое-то подобие пятачка? Видимо, такой же логикой руководствовались создатели подводного регби. Ведь общего со своим старшим собратом у него нет ничего, кроме названия. Судите сами, забрасывать нужно в корзину, нырять за мечом на дно. Да и сам предмет игры никакой не овальный. Придумана она в качестве одного из упражнений для дайверов. В каждой команде по шесть человек. Во время розыгрыша игроки бросаются на пятиметровую глубину за мечом, который наполнен соляным раствором и имеет отрицательную плавучесть. Цель проста. Необходимо отправить его в корзину соперника. При этом никаких аквалангов, только ласты, маски и дыхательные трубки. Два тайма по 15 минут изнуряют так, что весь перерыв у игроков уходит на восстановление дыхания. Подводная борьба или акватлон. Еще один любопытный микс, придуманный, кстати, в Советском Союзе. Схватка состоит из трех раундов по 30 секунд и проходит в бассейне на глубине от 2 до 6 метров. На дне расположено кольцо. Этакий вход в подводный ринг для каждого из спортсменов, куда необходимо пробраться за 6 секунд. Основной смысл сражения в том, чтобы сорвать ленту, закрепленную на ноге соперника. Акватлон имеет несколько разновидностей, в том числе боевой, для подготовки профессиональных спасателей и сотрудников спецподразделений. Плавание – это чаще всего отдых, но стоит быть готовым ко всему. Именно так считают создатели подводной стрельбы. Ведь на вас, судя по всему, в любой момент может напасть лохнесское чудовище. Ладно, на самом деле это серьезный спорт для любителей подводной охоты, придуманной во Франции в 80-е годы. Используется пневматическое ружье, которое заряжается гарпуном. Огневой рубеж устанавливается на расстоянии 4 метров от мишени. А сам спортсмен помимо гидрокостюма надевает на себя утяжелители, чтобы иметь возможность спокойно изготовиться для выполнения выстрелов. Проводятся личные и командные соревнования, а также подводный биатлон, когда между каждым из пяти выстрелов необходимо проплыть под водой и вернуться на исходную точку. Спортсмен с наибольшим количеством попаданий за наименьшее время – победитель. Как ни парадоксально, но далее поговорим о подводном хоккее. Хотя именно в этой его разновидности наличие льда противопоказано. В 1954 году владелец британского дайвинг-клуба придумал такую забаву для скучающих зимой клиентов. Команды состоят из шести человек. Цель – забросить шайбу у ворота соперников, продвигая ее по дну бассейна. При этом игроки погружаются в воду, задерживая дыхание. Подводный хоккей за полвека приобрел большую популярность, а первый чемпионат мира в 1980 году прошел, разумеется, в Канаде. Стоп! Я говорил, что для подводного хоккея не нужен лед? Беру свои слова обратно. Абсолютно свихнувшиеся австрийцы в 2005 году предложили играть в воде при минусовой температуре вверх ногами. На удивление, таких же чудиков по миру оказалось огромное множество. И в 2007 прошел первый, не побоюсь этого слова, мундиаль по подлёдному хоккею. Площадка по понятным причинам намного короче – 6 на 8 метров. А шайба выполнена из водоотталкивающего пенопласта. Но самое главное – никаких аквалангов, только периодические подъёмы наружу, глоток воздуха и снова в прорубь. Признайтесь, даже мысль о таком леденит кровь в жилах. А вот теперь никаких миксов и экспериментов. Перед нами его высочество – фридайвинг. Прародитель всех подводных видов спорта, известный, пожалуй, с древнейших времён. Он полностью зависит от способности человека задерживать дыхание, вплоть до всплытия на поверхность. Смертельно рисковый, он всегда привлекал внимание как зрителей, так и безумных спортсменов. Самая опасная дисциплина не имеет каких-либо ограничений. В её основе погружение с балластом на максимальную глубину. Даже профессионалы делают это с опаской, ведь на отметке ниже 100 метров о какой-либо страховке речь уже не идёт. Австрийский дайвер Герберт Нич в 2007 году установил мировой рекорд, покорив глубину в 214 метров. Через пять лет при попытке побить достижение спортсмен впал в кому и еле выкарабкался. Скажете, поучительная история, но только не для тех, кто совсем скоро снова шагнёт в бездну. Порой спортсмены предпочитают проходить предсезонную подготовку за рубежом. Это, в принципе, нормальная практика. Но иногда за границу выезжают не только спортсмены, но и национальные чемпионаты. Именно об этом наш вопрос дня. В 2009 году прошёл первый чемпионат России по этому виду спорта. Но самое удивительное, что соревнования проходили не в России, а на Бали. Как вы думаете, о каком виде спорта идёт речь? Правильный ответ в конце программы. Ну а мы продолжаем. Как говорится, бокс — это не шахматы. Здесь думать надо. Нужно внимательно всё подрасчитать и в самый неожиданный для соперника момент поставить мат. Ну, то есть отправить его в нокаут. Хотя, если честно, можно и то, и другое. Ведь на самом деле шахматы и бокс имеют очень много общего и прекрасно существуют друг с другом. Наш сюжет — лишнее тому подтверждение. Шах и мат. А может, одной левой? А если всё и сразу? А ведь действительно существует вид спорта, где можно козырнуть и интеллектуально, и физически. Иными словами, и в глаз могут дать, и в игре что, где, когда победить. Всё это про шах-бокс. Всё началось с фантазии художника Энки Билла, на которой в 1992 году в комиксе «Холодный экватор» изобразил турнир, где участники сразу соревнуются на боксёрском ринге, а затем садятся за шахматные доски. Позже смелую идею фантаста подхватил и воплотил в жизнь голландский художник Ипи Рубинг, который официально считается участником первого в истории поединка по шах-боксу. Как делить людей на группы по интеллекту пока не придумали, поэтому в шах-боксе идёт разделение по весовым категориям. Матч состоит из 11 раундов, 6 из которых шахматные, а 5 боксёрские. Шахматные схватки длятся 4 минуты, боксёрские 3. Победителем становится тот, кто поставил противнику мат или отправил нокаут. Иными словами, как только в одном из видов спорта участник одерживает победу, матч прекращается. В противном случае судьи по окончанию поединка выносят решение по очкам в боксёрском бою. Первый чемпионат мира по шах-боксу состоялся в 2003 году в Амстердаме. В итоге вид спорта пришёлся зрителям по вкусу. Последователи необычного спортивного гибрида стали появляться по всему миру, что со временем привело к возникновению всемирной организации шахматного бокса. Поговаривают даже о перспективах включения в программу Олимпийских игр. Так что сегодня у классических боксёров и шахматистов есть прекрасная возможность расширить свои спортивные границы. Ведь, как гласит девиз шах-бокса, сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске. Так, кроссовки. Спортивная форма. Мяч. Так, что ещё? А, чуть не забыл. Аптечка. Предмет первой необходимости, если вы собрались на футбол. Я прав. Лорентийский футбол. Туда без аптечки лучше не соваться. Вы скажете, гладиаторские бои остались в далёком прошлом. Что за чепуха, ответят во Флоренции. Пока англичане рассказывают, что придумали футбол и регби, тосканцы свысока посмеиваются, ведь они уже 500 лет играют в кальчо. Брутальный вид спорта, в котором есть мяч и есть ворота. Но нет никаких чопорных правил для маменькиных сынков. Турнир проходит ежегодно во второй половине июня. На площади Санта-Кротче устанавливается песчаная площадка размером 100 на 50 метров. По краям натягиваются огромные сетки ворота. Играются два полуфинала, а затем финал. Встречаются четыре команды из крупнейших кварталов. В каждой из них по 27 спортсменов, накачанных и готовых в буквальном смысле умереть за победу. Кстати, это никакая не фигура речи. Летальные случаи действительно имели место и, увы, неоднократно. Матч длится 50 минут. Начало ему дает громкий выстрел из пушки. Задача максимально проста. Необходимо забить мяч в ворота соперника. Удачная попытка позволит заработать команде одно очко. А вот неудачная атака принесет полочка сопернику. Что же касается борьбы, то ограничений практически нет. Атаковать можно любого игрока. Разрешены силовые приемы, броски, удары и многое другое. Единственное условие – все схватки проходят один на один. Иначе удаление. Замены правилами не предусмотрены. Все травмированные отправляются собирать себя по запчастям в больницу, а команда продолжает сражение без них. Что же стоит на кону? Возможно, этим парням платят миллионы евро за такую безбашенную храбрость. По их мнению, они получают намного большее – почет и славу в родном городе. Целый год флаг победителей возвышается над зданием Палаццо Департе Гуэльфа. С недавних пор даже главного приза этих хищников лишили. Туша разделанного теленка под давлением защитников животных заменена весьма скромным ужином в ресторане. Кальчо – это яркий пример локальной забавы, которая превращена во флорентийский культ. Увидеть нечто подобное в других уголках мира невозможно. Видимо, собрать команду из 27 сумасшедших – не такая уж простая задача. Впрочем, Кальчо – это именно праздник. День игры начинается с театрализованного представления. Люди и сами игроки в средневековых костюмах проходят по улицам города. Финал неизменно 24 июня, в день Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции. Свободных мест на трибунах, а также в близлежащих кафе и барах вы, разумеется, не найдете. Зато после захода солнца увидите красочный фейерверк в честь триумфаторов над рекой Арно. Не хочется прощаться, но время нашей программы подходит к концу. Правда, перед тем, как разойтись, давайте еще раз заглянем на Бали и разберемся с вопросом дня. Итак, чуть ранее я спрашивал у вас. В 2009 году прошел первый чемпионат России по этому виду спорта. Но самое удивительное, что соревнования проходили не в России, а на Бали. Как вы думаете, о каком виде спорта идет речь? Это серфинг. К слову, отдельные этапы того первого чемпионата России проходили не только на Бали, но и, например, в Португалии. Объясняется все просто. Эти места славятся идеальными волнами, о которых знают любители серфинга по всему миру. В России таких условий попросту нет. Но это не означает, что чемпионат всегда проходит за рубежом. В отдельные годы национальный турнир проходил в Сочи, в холодных водах Камчатки, ну или в том же Владивостоке. Я Геннадий Войтович. Вы смотрели «Планету спорта». Проект о спорте с непривычного ракурса. Всем спортивных побед и до новых встреч!